Ой, не сюда, а дальше чуть-чуть. Я пригласила вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Мы находимся на Никитском бульваре во дворе дома музея Гоголя. Здесь он провел последние три года своей жизни. И здесь находится памятник, он еще дореволюционный. И стоял он изначально не здесь, а на Гоголевском бульваре. Но советской власти этот памятник особо не нравился. Они считали его депрессивным, мрачноватым. Ну и людям, в принципе, он не особо нравился. И решили заменить его на новый советский. И, кстати, против этого памятника выступала даже сама Вера Мухина. Мэтр советской скульптуры. И, кстати, в итоге там поставили новый советский памятник. А этот переместили сюда, во двор музей. И, кстати, хорошо, что его вообще сохранили. Потому что могли бы вообще убрать его на задворке. И вообще уничтожить. И как бы все. И здесь, если выйти на дорогу или на середину бульвара, из одной точки можно увидеть сразу два памятника одному человеку. Ну, пойдем потихоньку. А здесь, в этом доме, он принадлежал графу Толстому. Но не тому самому Толстому, другому. С ним Гоголь познакомился и весьма близко сдружился за границей. А за границей Гоголь провел в общей сложности где-то 12 лет. И потом уже по возвращению в Россию они поселились здесь. И здесь случилось прям ужасное событие. Ужасное. Ну, вообще-то, такое событие, которое требует особого мужества от писателя. Он сжег свой второй том мертвых душ. Вот, да. Жил и умер. Ну, хорошо, что не страдал. А то могли бы написать и жил, страдал и умер. Ну, да. Здесь он страдал, можно сказать. Жег мертвые души, второй том, над которым работал 10 лет. Вы представьте только себе, 10 лет работать над своим детищем и потом его сжечь. Вообще, изначально, эта поэма, мертвые души, она задумывалась как трилогия. То есть, первая часть, которая нам известна, она должна была показывать всю, весь ужас российской жизни, всю эту мерзость, извините за слово. Второй том должен был дарить нам надежду, а третий показать возрождение. Но вот Гоголь все никак не мог прийти к той нужной форме, которая бы его полностью устраивала. Конечно, он из-за этого сильно переживал, у него были какие-то депрессии. И когда он совершил свой вот этот поступок, он заболел, а затем слег окончательно и уже не оправился. То есть, он не подпускал к себе врачей, он ничего не ел. Ну, и через несколько дней он в итоге скончался. Гоголь оставил завещание за 5 лет до своей смерти, во время другой болезни. Во время этой болезни у него наблюдалась анемия, то есть, у него практически не билось сердце, и, соответственно, очень слабо прощупывался пульс. И, возможно, после этого у него возник страх быть похороненным заживо. Но все-таки такое даже тогда, я думаю, было невозможно. Все-таки врачи тогда были не пеньками, то есть, они могли определить, как бы, мертвый человек или жив. А вообще у Гоголя была довольно счастливая писательская судьба, то есть, его любили его читатели. И, особенно после выхода «Мертвых душ» в обществе вообще сложился такой вот культ Гоголя. То есть, даже вот молодой Достоевский, он, например, знал практически наизусть «Мертвые души». И, особенно вот, а, нет, он вспоминает в своем дневнике писателя, что он как-то однажды пошел к своему приятелю, и они всю ночь, они всю ночь проговорили про мертвые души, читали там открывки. И вообще в обществе там было так распространено, что молодежь собирается так группками и говорит, «Господа, а не почитать ли нам Гоголя?» Вот. И вот сложился такой культ Гоголя. То есть, копировали его стиль в одежде, то есть, стриглись а-ля Гоголь там. Его разные словечки использовали и так далее. А вообще мне на самом деле очень нравится его рассказ «Портрет». Он такой мистический дух, а-ля там Дориан Грей. Сейчас будет церковь Феодора Студита, она называется. Но ее на самом деле с площади Никитских ворот, она практически незаметна, вот особенно летом, потому что там все в зелени, ее мало кто замечает. Даже одно время я ее не замечала. Вот. Она известна еще с 17 века, и она построена по приказанию патриарха Филарета. А патриарх Филарет – это у нас отец первого царя из рода Романовых, Михаила Федоровича. Ну, блин, оттуда зайти просто. Ладно, на самом деле мы прошлись по Никитскому бульвару. Вот один из самых коротких бульваров Москвы, как сказала бы вам какая-нибудь музейная бабуля. Он так назван по Большой Никитской улице. А Большая Никитская улица, в свою очередь, названа так по Никитскому монастырю, который, к сожалению, не сохранился. Вот сюда заворачивай. Господи, сколько народ-то сегодня? Никто не работает. Одна я затрожилась. Я оператор. Какая красота, какая дрейфь. Так вот, прихожанинами этой церкви были достаточно известные люди. Среди них небезызвестный вам Александр Васильевич Суворов. Он здесь жил неподалеку. И есть такое мнение, что здесь похоронены его родители. Но доказательств этому нет. Но почему-то считается, что здесь. Вот без добродетели нет ни славы, ни чести. Это, наверное, его цитата. А еще здесь есть очень уютный закуток. Покажи. Пойдем туда пройдем. Здесь приятно, особенно летом, сидеть. Блин, фу, как агрессия тут. В общем, тут летом очень уютно. Можно сесть, ловить дзен, наблюдать за вечно спешащими москвичами. Ты всех видишь, а тебя никто не видит. Блин. Пойдем. Еще одним известным прихожанином церкви был промышленник и меценат Чижов. Кстати, вот на его средства впервые был издан сборник сочинений Гоголя. Они были знакомы, они дружили. В принципе, Чижов знал также и Герцена, и Аксакова, да много кого еще. Так, а где тут переход? А, аж там. Ладно. Так. Так, оператор, не упади. Чижов также участвовал в строительстве первой частной железной дороги из Москвы в Ярославль. И на эту стройку были привлечены исключительно русские рабочие, русские инженеры. Без привлечения иностранного капитала. Только на средства русских купцов. Все нормально? В отличие, например, от Николаевской железной дороги. Потому что она была построена французскими инженерами. И так как эта стройка, конечно, требует значительных средств финансовых, то и с привлечением иностранного капитала. А Чижов как бы хотел этим показать, что и у нас в стране как бы есть рабочие, которые способны сделать хорошо и качественно. Сейчас, подожди. В общем, он доказал, что невозможно и возможно, как у песни Билана. Да, а это у нас церковь Большое Вознесение. И здесь произошло очень известное всем событие. Хотя, может, и не всем известное. Не знаю. Пойдем. Идем. Ты где там? Здесь венчался Пушкин с Гончаровой. И это венчание как-то не совсем гладко прошло. Ой, не сюда. А дальше чуть-чуть. Заболтаешься с вами, не туда уйдешь, конечно. То есть сначала у него в руке погасла свеча. Потом он уронил свое обручальное кольцо и сказал по-французски все дурные предзнаменования. Ну, не знаю. Если видеть во всем дурные предзнаменования, то как бы по вере вашей да будет вам, да? Как говорится. Ну, хотя всем известно, что в браке-то они недолго прожили. И всем известно, чем закончилась дуэль Пушкина с Дантесом. Чем? Чем? Умер он. Да. А вот здесь у нас находится памятник писателя Алексея Толстому. А вот за памятником, обратите ваше внимание, дорогие мои, дом Суворова, где он жил. Но после Суворовых там на самом деле очень много сменилось жильцов. И вот в начале 20 века там тот, на тот момент жилец, он повесил у себя на доме табличку. Вот прям в стиле Суворова. То есть здесь жил Суворов. То есть кратко, но предельно ясно. Ну, известно, что у Суворова тоже на его могильной плите здесь лежит Суворов. То есть краткая сестра таланта. Чего тут по-другому и не скажешь. Так, Алексей Толстой. Очень такая неоднозначная личность. Дворянин. Граф. Октябрьскую революцию не принял. Уехал с семьей за границу. Там ему все не так, не эдак. Он вернулся назад. И стал весьма популярным писателем. Между прочим, вторым после Горького. Мы, кстати, таких уже снимали на Турском, в бульваре. Так вот. А после смерти Горького так вообще первым стал. Ну, ладно, может потихонечку пойдем. Так, ты что-то писать снимаешь. Он, сними лучше колокольню. Такая красивая. И вот ему, его бывшие друзья, они не смогли как бы простить такой его преданности большевикам. Например, та же Ахматова, Мандельштан, Бунин. Но вот он старался, наоборот, помочь. Например, Ахматову. Он сделал все возможное, чтобы в 1940 году издать ее книгу со стихами. Или, например, когда она была в эвакуации в Ташкенте. То есть он ей посылал продукты. Так, сейчас. Но на самом деле есть про него фраза, которую он сам сказал своему другу, художнику Юрию Аненкову, что я циник, мне на все наплевать, я просто смертный, хочу просто жить. Хорошо жить. Но мне кажется, эта фраза, она многое объясняет. Как бы, ну, не нам его судить. Мы тогда не жили. Но он старался просто, наверное, выживать в предлагаемых ему условиях. Вот. Например, Бунин ему телеграфировал, что Алешка, ты сволочь, но талантливый писатель. Ну, действительно, то, что он был талантливый, это с этим не поспоришь. И его любил Сталин. И всем наверняка известны его произведения, как Петр Первый. И, например, Хождение по мукам. Так, ты меня очень близко стиваешь. Очень близко. Сейчас мы, кстати, пройдем мимо его квартиры, где он провел последние годы жизни. А это у нас... Чуть-чуть подойдем? Давай подойдем. Это у нас просто бриллиант в стиле модерна. Тут на большой, на малой Никитской. Да, ну, просто бриллиант. Вот только посмотрите, какие окна здесь. Это просто, ну, это красотень небывалая. Так вот, это пример того, когда в одном месте и в нужное время... Пойдем обратно. встретились гениальный архитектор и крутой заказчик. То есть, это особняк Рябушинских. Вообще, Рябушинский это известная... известная московская династия. И Степан Рябушинский, заказчик, он был не только предпринимателем и банкиром, также он владел заводом АМО, впоследствии ЗИЛ. Собирал, коллекционировал иконы, разную церковную утварь. У себя вот в доме потом сделал реставрационную мастерскую, даже планировал открыть музей. И его вот собрание икон в дальнейшем сформировало коллекцию Третьяковской галереи, которую, кстати, можно там сейчас увидеть. Вот. Ну, а Федор Шехт или это просто бог московского модерна, тут мне дать не взять. Но была у него, конечно, такая непростая судьба, то есть он, кстати, так и не получил диплома архитектора, то есть его с третьего курса отчислили, но там по уважительной причине. Ну, пойдем, зайдем, что ли, или проплывем. Вот. Но это ему все равно не мешало заниматься этим любимым делом, которым у него явно был талант. И были у него богатые заказчики, те же Рябушинский он много что им построил, Морозовы. Ну, и закончил он, конечно, в полной нищете. И у него своя есть фраза на этот счет, что я строил всем Морозовым, Рябушинским, фон Дервизом и остался нищим. То есть глупо, но я чист. А здесь у нас, да, это флигель этого дома. Здесь находился каретный сарай, конюшни, квартира прислуги. И здесь в 1940 году поселился Алексей Толстой и прожил вплоть до своей смерти. в 1945 году. Там прекрасный музей. Он увлекался эпохой Петра I и собирал предметы интерьера. Там хранится в музее антикварная мебель, картины. В общем, советую, интересно очень. Вот. Дом построен в 1903 году, и Рябушинский в нем прожили вплоть до революции. Затем они эмигрировали. А затем здесь находились различные организации. Пока в 1931 году дом в доме не поселился Максим Горький вместе с своей семьей. Сыном, с невесткой, с внуками. и прожил там также до своей смерти в 1936 году. А сам Горький, кстати, дом не любил и называл его нелепым. А вот в этом доме, вот крайнем, здесь останавливался Александр Блок вместе со своей женой Любовью Менделеевой, дочерью известного химика. Здесь они приехали сюда в Москву в 1904 году, но практически сразу после свадьбы прожили две недели. И надо сказать, что у них были весьма странные отношения. Блок в первую брачную ночь сказал жене, что между ними не будет близости. У Блока там были... А, поцеловал её в лобик, ушёл в другую спальню спать. У Блока вообще были какие-то странные понятия об идеальной любви. То есть она была как бы для него какой-то музой, ангелом, прекрасной дамой, и он никак не мог её окунать в эту грязь, в эту похоть, во всё. А ты хочешь сзади что-ли подойти? А, ну пойдём там, да. Вот. А жена, конечно, этого не поняла. она была в шоке. То есть ей хотелось нормального женского счастья, объятий, поцелуев, не знаю, не только телесный, но и душевной близости, и всего этого она, конечно, не получала. не только телесный, но и душевный, Да, я же сказала. А не только телесный, но и душевный. Вот так и оговаривали. Ладно. Вы меня поняли, я надеюсь. И вот она увлеклась театром, то есть она брала курсы актёрского мастерства, ездила там на гастроли, и, конечно, заводила там разные любови, любовников. Ну и... Ну она, кстати, открыто ему об этом говорила, да и у него там тоже были пассии влюблённости. Вот. И она как-то приехала с гастролей беременная. А Блок, он не мог иметь детей. И он ей сказал, раз у нас с тобой не будет детей, так пусть это будет наш общий. Но когда она родила, ребёнок умер, поэтому ничего не получилось. Вот. А потом у них ещё был какой-то любовный треугольник вот с Андреем Белым. Он в неё был безумно влюблён, пытался её как-то отвадить от Блока, намекать ей, что это у вас за семья, он тебя не любит, да и вообще иди ко мне. Но она, кстати, чуть-чуть, чуть-чуть ей не хватило, чтобы кинуть в его объятия. Она всё-таки смогла устоять и осталась с Блоком. Вот. И вот всё-таки прожили они всю жизнь до смерти Блока вместе. Вот такой странный у них был союз. Надеюсь, вот да. памятник с птичкой. кстати, кстати, в Петербурге нету памятника Блоку. Ну, если не считая какой-то там маленькой фигурки на территории СПБГУ, да? что за дела, ребята? Приезжайте в Москву, у нас есть памятник Блоку с Глубь. В общем, мы, конечно, могли бы дальше пройти, там есть ещё много чего интересного. Но я думаю, закончим здесь, потому что ну так, прошлись от Гоголя до Блока стих, а стих я думаю, вы переживёте, если я не буду рассказывать эти прекрасные стихи. Сегодня, сегодня я не готова. Ну, если вы на бис попросите, то, может, расскажу. Вот, так что, до встречи.